Всем привет! Случилась очень интересная вещь. Та художница, о которой я хочу вам сегодня рассказать, к сожалению, нет никакого русскоязычного видео с ней или о ней. И, собственно, я искала информацию, не хотела сдаваться. Думаю, должна же быть где-то информация о ней на русском языке, ну хоть какое-либо интервью или воркшоп, хоть что-то. Нет, этого ничего нету. Даже на английском языке я смотрела, на французском я тоже не нашла. Везде только фотоматериалы. Если есть видео, то это слайд-шоу с ее картинами. И, о чудо, я нашла информацию о том, что сейчас в Москве, в Москве проходит выставка Клэр Баслер, и можно посмотреть оригинал ее картин. К сожалению, жаль, меня не было на открытии, иначе я сняла бы какое-то интервью с художницей обязательно. В общем, сейчас я иду в галерею Ка-35, и выставка еще будет где-то длиться две недели. Я вовремя успела, представляете? Картины могли уехать во Францию, и мы бы не увидели. В общем, я попрошу о том, чтобы мне разрешили снимать, и, я надеюсь, сниму для вас оригиналы работ Клэр Баслер. Итак, сегодня художница, с которой я вас познакомлю, Клэр Баслер. Это французская художница. Родилась она 30 сентября 1960 году. Эта художница по-настоящему влюблена в цветы. Это и удивительно, потому что я знакомлю вас с художником, который рисует цветы. А в моей жизни был период, когда я отрицала пустую эстетику, как я это называла, когда я не понимала картины, где просто нарисованы цветы. Просто что-то красивое, что не несет в себе никакой смысл. И, конечно, за время я прохожу трансформацию свою собственную, творческую. И всё чаще прихожу к выводу, что красота сама по себе не является пустотой. Сейчас мне открылось это понимание. Сейчас я вижу эту эстетику. Не пустую, не красота ради красоты. Я осознаю всё величие. Вот в этих вещах я осознаю величие этой природы. Часть себя в этом во всём осознаю. И это то, что за мгновение, за один взгляд, способно наладить во мне внутри всё. Но не об этом. Как я уже сказала, к сожалению, никакого русскоязычного видео с Клэр Баслер я не смогла найти. Также не смогла найти никаких интервью ни на французском, ни на английском языке. Однако очень много фотопроектов, которые были сделаны в мастерской Клэр Баслер. И, честно говоря, это просто мир волшебства. В том числе знаменитые фотографы, которые с ней работали в мастерской, отзывались очень лестно об этом месте. Кстати, на этих кадрах, которые вы видите, эти композиции все создавала тоже Клэр Баслер. Когда она приезжала на открытие выставки в эту галерею К-35. Перед этим, естественно, собирая экспозицию, она ещё и собирала вот эти цветочные композиции. Поэтому очень интересно. Это тоже часть художницы, и тоже у вас есть возможность прочувствовать вот эту атмосферу. Кстати, она обустроила в огромном большом здании, некоторые здания называют это замком. Обустроила свою мастерскую, в общем, она там и работает, и живёт. И, конечно же, следит за тем, чтобы в доме было необходимое количество цветущих растений. Ну, как вы понимаете, цветы вдохновляют художницу на творчество. Забавно. Она действительно любит наблюдать за тем, как растут цветы в её саду. И ей интересны такие моменты, как цветы борются против ветра, как тянутся к свету. В общем, вот это очарование живой природы. И, собственно, вот эту силу, динамику, а также слабость, это можно увидеть на полотнах. Это очень интересно. Как можно видеть на выставке, она пишет, ну, классика, холст-масло. Есть ещё масло по бумаге у неё работает там. Тоже вам вот показываю. Ну, и ещё один момент, тоже очень важный, наверное. Клэр занимается оформлением предметов, всяких декоративно-прикладного искусства. И также стеновой росписью. Некоторые стены, которые она расписывает, она как бы уничтожает вот это ощущение стены. И создаёт ощущение, как будто бы вот здесь начинается лес. Или какая-то поляна. Это очень круто. Из интересных моментов в плане техники, которые я увидела на выставке, мне очень понравилось, как она использует возможность писать маслом по золочению. Всё пространство полотна заделано поталью. И уже следом поверху написано маслом. Я не знала, кстати, что так возможно, что эта технология возможна. Кстати, там посетители, там старые художники тоже говорили об этом, что тоже удивлены. И, кстати, приём очень красивый. Ещё из моментов, я посмотрела, зачастую Клэр затирает какие-то участки. Она создаёт вот эту дымчатую, вот эти дымчатые элементы. Они уже не так сильно перевешивают в пространстве, но тем не менее, всё равно его заполняют. Тоже часто её применяется. Вообще, в целом, создаёт она тёмной краской небрежные очертания цветка самого. И потом уже внутри заполняет дальше. Забавно, что ни у одной картины не было названий. Только размер. Кстати, все полотна очень внушительные. В общем, для меня этот художник, я её чувствую, я принимаю её подход, я принимаю её любовь. Действительно, вот, кстати, очень важный момент. Как я для себя разграничила, когда художник пишет ради пустой эстетики, и когда художник делает что-то стоящее, что-то настоящее. Всё, всему цензор, просто любовь. Когда ты видишь, что человек восхищён этим, он преклоняет колени, перед этим, неважно, что он пишет. Понятное дело, если человек на что-то тратит жизнь, на что-то тратит своё время, то он преклоняет колени перед этим. Потому что мы, люди, голосуем именно своим временем. То, на что мы тратим время, то мы и ставим во главу всего в своей жизни. И вот за эту жертву, скажем так, ну, не совсем жертва, но вы понимаете, о чём я, за эту жертву ты сам принимаешь любовь, принимаешь любовь, которую предлагает тебе творец, художник. В общем, надеюсь, что вам нравится то, что я сняла. Надеюсь, вам нравится эта художница. А, возможно, нет. Возможно, вы не прочувствовали её любовь. Но, однако, для меня это не просто открытие как в плане техническом, как хорошего художника, но и, я же говорю, что для меня это моя личная трансформация, моего отношения к темам живописи, скажем так. Боялась, что не успею, однако, слава богу, успела. Сняла для вас, в принципе, очень много видео. В целом я, конечно, под впечатлением, хотя, когда делаешь для кого-то, всё равно отвлекаешься не наедине с пространством, с художником. Что ж, галерея, конечно, отличная. Те цветы, те композиции, которые собраны внутри галереи, цветочные, это делала сама художница, наподобие того, как сделано у неё дома. Вы можете увидеть на фотографиях. Вообще, мне очень жаль, что я сама поздно узнала про эту художницу, иначе я бы пришла на открытие. На открытие приезжала сама Клэр, и можно было пообщаться с ней, можно было узнать у неё про технику и всё остальное. Но, в целом, конечно, вы видели, я снимала для вас ещё и названия, и подписи работ. Названий, кстати, нет. Хочу, чтобы было понятно, это не реклама галереи К-35. Кстати, вход бесплатный, но смысл в чём моего видео? В том, что я благодарна этим людям, вообще частным галереям, которые привозят хороших художников при жизни в Россию, и мы имеем возможность реально повышать свой культурный уровень. Это же круто! Мало того, что они привезли интересного художника, так они ещё и вход бесплатный сделали, и разрешили мне там снимать. Такое красивое сочетание. Всё моё лицо тёплое, и небо такое холодное. Но это на моём фоне, на тёплом свете. Блин, как красиво! Сочетание цветов. Потрясающе. Точнее, сочетание холодного и тёплого очень красиво. Но речь не об этом. Блин, так меня вообще не видно. Пусть будет так. Такой будет странный-странный влог. В общем, советую всем посетить очень интересная галерея. Теперь буду следить за их выставками. Обязательно. Нашла какой-то подъезд с лампочкой. И побыстрее там и запишу конец. Спасибо большое, что смотрели, что прогулялись со мной до этой интересной выставки. Вообще, это хорошая идея. Буду теперь искать. Возможно, кого-то привозят, продолжают привозить в Москву. Я могу случайно пропустить. Лучше следить за этим и находить интересных, вовремя снимать интересных художников. Вообще интересно, когда прилагаешь усилия к тому, чтобы вам тоже что-то показать. Я прекрасно понимаю, как обидно, когда ты живешь где-нибудь, я не знаю, в Хабаровске или даже в Ставрополе. И к тебе, к сожалению, не привозят. Или не довозят интересные какие-то мероприятия художников и так далее. Ну, в общем, друзья, сами объединяйтесь, сами делайте, сами организуйте что-то, делайте, привозите. Потому что других вариантов я, по крайней мере, пока не вижу. У меня такой красный нос уже, как у оленя Рудольфа. В общем, всем отличного вечера или утра, или дня. Обогащайтесь всячески, духовно, и не только. До встречи, спасибо за просмотр, пока. Виднеется вдали наш московский Манхэттен. Ну, там. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok